Необходимость внесения изменений в бюджет республики стала главной темой пресс-конференции с участием части депутатов парламента. В буквальном смысле предлагаемые поправки позволят спасти жизни людей и способствовать их скорейшему выздоровлению. Направить 61 миллион рублей на реализацию мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции – это решение было принято Кабмином республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым. Это то, что удалось аккумулировать, потому что запрос намного больше. Насколько я знаю, Минздрав запрашивал сумму около 130 миллионов. Насколько я знаю, еще какая-то сумма нам будет предоставлена российской стороной, тоже в рамках сотрудничества. Но все это пока не точные цифры, не точные сведения, но запрос, потребность намного больше. Для принятия этих поправок на сессии парламента должно присутствовать большинство депутатов. Как известно, на сегодняшний день часть парламентарьев блокируют работу законодательного органа. Проще говоря, если депутатский корпус не примет поправки, сумма в 61 миллион рублей не будет выделена, и положение ухудшится в разы. Но надежда, что ситуация в законодательной ветве власти стабилизируется, а парламент примет важные поправки в ближайшее время, все же есть. Люди начали забывать, для чего парламент вообще существует. Это обыкновенная рядовая работа, и пришел обыкновенный рядовой документ, бюджет, финансовый документ. Правда, в котором отображены изменения, которые пришлось внести в связи с той ситуацией, которая сейчас у нас сложилась в республике. Я сейчас говорю о эпидемии COVID-19, которая у нас, эта проблема у нас сейчас в республике очень остро стоит. И, к большому сожалению, пока мы не видим, когда это все закончится, как у нас, так и во всем мире. И у нас, с учетом малочисленности нашего населения, конечно же, каждая смерть и каждое заболевание, они очень остро и очень болезненно ощущаются на обществе. Вот сейчас мы получили документ, приняв который, мы можем существенно изменить расклад сил и выдать необходимое финансирование для медицинских учреждений, чтобы никаких проблем ни с этим кислородным кислородом, ни с лекарственными средствами у нас больше не было. Это в силах мы сейчас сделаем, и я очень надеюсь, что мы это сделаем. Вот сейчас так обстоит ситуация, что документ уже поступил в парламент. Вот справа от меня сидит представитель комитета по экономике, она будет его рассматривать, его комитет будет ее рассматривать. И в дальнейшем все, как и полагается, по регламенту в дальнейшем. Мы надеемся, у нас будет президиум, а дальше заседание парламента, она же сессия, куда мы будем этот вопрос выносить. Сессии перестали проводиться, потому что часть депутатов отказывалась прийти на сессии парламента до тех пор, пока генпрокурор не будет уголен или временно отстранен в должность. И разные проблемы были, и разные были конфликты, разнообразные были конфликты с исполнительной властью, с президентом, разночтение разных вещей происходило. Много вопросов. Много вопросов, и, конечно же, к этим вопросам обязательно вернемся. Я хотел бы напомнить, что как бы вот некоторым оппозиционерам не хотелось, но вопрос о генеральном прокуроре и о расследовании этого преступления, которое было совершено, этот вопрос поддержали и депутаты партии «Единая» в Осетии, как бы это ни пытались завуалировать некоторые оппозиционные наши депутаты. Вот это и пресс-комференция, да, была ансирована в свистах массовой информации и тут же незамедлительно от одного из оппозиционеров, от Давида Санакоева, сразу появилась статья, где он говорил, что мы ни в коем случае не придем и ни в коем случае не будем голосовать и так дальше, и так дальше. Что бы я хотел сказать? Во-первых, таким образом, Давид Санакоев пытается себя позиционировать как единым лидером той оппозиции, которая сейчас сложилась в парламенте, что, разумеется, скорее всего, не составляет, не является действительностью, я исхожу из того, что мне говорят другие депутаты, которые также состоят в этом, о операционном блоке. Ну, что я могу сказать? Обыкновенный элементарный пример приведу. Даже животных, звери, когда бывает какое-то стихийное бедствие, будь то пожар, наводнение, засуха и все что остальное, они перестают кусать друг друга, они перестают убивать друг друга. Во время засухи и лев, и лань они пьют из одного источника, и от пожара тоже они бегут вместе, и никто никого не трогает. Это неописанный закон леса, так скажем. Вот там даже звери понимают, что это общая беда, общая беда, и в которой нужно действовать сообщать. Еще раз повторюсь, что вопросы есть. Вопросы есть и к правительству, и вопросы есть и к руководству, значит, Министерство здравоохранения, их миллион, и они, из них, многие из этих вопросов, они вполне, и вполне, значит, они справедливы. Эти вопросы никуда не уйдут. Они будут задаваться, они будут заданы, они будут подниматься, но это будет после, это надо делать после того, как мы выйдем из этой ситуации. Я не хочу нагонять панику, меня и так многие в этом почему-то часто обвиняют, но я не вижу ситуации, которая сейчас у нас складывается в республике, чем она отличается от военных действий. Так же погибают люди, так же страдает экономика, так же не работают предприятия и прочее, и прочее. В чем разница? Если мы во время военных действий все стояли плечом к вечеру, то сейчас, каким образом мы можем быть разрозненными? Я не понимаю, Давид Асанакова, как он может призывать не прийти на сессию и не проголосовать за парламент, за, прошу прощения, за бюджет, в котором заложена жизненная необходимая для спасения республики средства. 61 миллион рублей, которые планируется выделить в Министерство здравоохранения, это собственные доходы государства, а также сэкономленные денежные средства Минстроя, Министерство образования и командировочные расходы некоторых организаций. Мы должны, объединив все наши усилия, все, на что мы сегодня способны, для того, чтобы выйти с наименьшими потерями из этой ситуации. И в дальнейшем уже, ну, я верю в то, что мы эту ситуацию преодолеем. Сегодня не тот момент, чтобы отстаивать вот такие принципы, там, свои личные амбиции какие-то, вот. Но надо вот сейчас вот взять просто и все необходимо сделать для того, чтобы то, что у нас есть в руках, тем, что можем мы помочь, вот все сделать для нашего народа. По словам парламентария, ситуация с коронавирусом в республике остается сложной, и от оперативной работы парламента зависит своевременное обеспечение лекарствами медучреждений республики. Большой моей радости, я бы так сказал, я провел переговоры со многими депутатами, которые сейчас позиционируют себя как оппозиционные. И они понимают всю сложность ситуации. Я им за это очень благодарен, что они забыли вот на время, большинство, подавляющее большинство депутатов, даже оппозиционных, они понимают, что этот бюджет должен быть принят, по-другому быть не может. Народ это не простит. Я очень, конечно, извиняюсь, но человеку, который в данный момент сейчас лежит под кислородным аппаратом где-то в больнице, я вас выбираю, ему совершенно все равно, кто у нас прокурор, кто у нас министр МВД, кто у нас министр здравоохранения, есть у нас правительство, нет у нас правительства, ему сейчас все равно, он борется за жизнь, и точно так же все равно и близким, и родственникам, которые пытаются его спасти. Я вам еще раз хочу повторить, это такая же война, как и война, которая ему придала это значение. Разницы я не вижу. Я больше, чем, я уверен практически на 100%, что большинство депутатов это порядочные и ответственные люди, которые понимают, чем может закончиться отказ от принятия данного бюджета. Я уверен, что они придут на сессию и проголосуют. Но повторю еще раз, те вопросы, которые поднимались, они никуда не уйдут, они будут задаваться, но позже, когда мы поймем, что у нас ситуация стабилизировалась, что мы отошли от порога катастрофы. В заключении пресс-конференции представители парламента еще раз призвали своих коллег проявить ответственность и благоразумие перед своими избирателями и принять жизненно важный документ. Ведь только общими усилиями можно победить опасный вирус COVID-19. Анжела Кукоева, Сармат Кузитаев, Зарей Марсоева. Информационный выпуск сегодня.